Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Новая целочка Присаживайтесь, короче, к экранам Пельмени уже сегодня кушать не надо Потому что каждый день пельмени тоже нехорошо Яичинку пожарьте И хейтерам тоже сразу хочется сказать Тоже сядьте, бля, свои ебальники Уткните Наточите свои пальцы, бля Поставьте их на клавиатуру Кастрюля 70-ка Камри Вышла в 18-м году И произвела огромнейший фурор У любителей японской кухни Все, кто любят вот эти суши Хуюши Сырое Кто любит хавать, бля Вот, пожалуйста, вам сырая ваша Камри Я посмотрел огромное количество Видеообзоров на эту дрянь Вообще, изначально, когда я увидел 70 Она вообще не произвела на меня никакого впечатления Это вот, ну, первые разы, когда я машину увидел Обзор Многоуважаемого Заура Который сейчас там что-то настраивает Тогда увидел Так еще по городу у нас и так много машин было Сейчас эти машины, бля Стали как приоры На каждом шагу эти 70 Давайте, короче, начнем, ребята, по этапу И первый этап это, как всегда, как мы все Ну, наверное, это все же лучше, получше, чем приора, мне кажется Любим Это внешность Очень многие блогеры, которые делали обзор на этот автомобиль Которые прям так вот целовали, бля Глушак, бля Этому автомобилю Вознесло, бля Тойоту Камри на новый ранг Практически все блогеры, которые делали тест Обзоры этой машины Они все прям накончали Я думаю, что они по сей день не помылись от того, что они обтрухались Вы сами видите, что линии этой машины изменились, да Очень много людей сравнивают ее с Сороковкой И очень много блогеров также сказали, что это Сороковка Да, она модернизированная Вышла бы она в 2012 году Посмотрите на ее ебло Это очень-очень глубокий рестайлинг с Сороковки Подайте-ка я сниму вот этот зонтик с головы Что нам Не знаю, мне внешность машины нравится Камри вообще дала нового Чисто внешне, нихуя Конечно, после 50-ки Вот этого квадратного уебка Который, блядь, скорее всего, рисовал Учитель по геометрии Линии, которые дали 70-ки Они, естественно, произвели фурор Нету больше этих обрубленных концов Все кончнулись с ее бампером Вот это новый бампер Это бампер 50-ки Да, конечно, у него другая форма Он больше Но вот эта решетка Она пришла с 50-ки Фары пришли с Сороковки Капот пришел с Сороковки Настолько, насколько я не люблю Камри Вообще, настолько Ну вот, в итоге взяли от той, от той, от той И получилась новая машина Папа Сороковка Мама 50-ка, да? Не, ну, я не считаю это А я такой родился Я не считаю это чем-то ненормальным Они, по идее, как бы Но новые ревизии Это, грубо говоря, новая ревизия старой машины Я так понимаю Хотя, может, я и не прав Ну, типа, в нее берут лучшее от предыдущих Новое прочтение Наверное Сколько я не люблю японцев Мне вот эта морда понравилась Мортал Комбо Помните фильм? На что похожа вот эта машина? На Саб-Зиро, бля Помните вот этого дебила Который морозил всех? Чистокровный японский Саб-Зиро У этого автомобиля Огромнейшее количество комплектаций Уважаемые японцы Нахуя делают такое количество комплектаций? Изначально они все идут Эти фары, да Они все идут светодиодные Один маленький нюанс Вот видите вот эти ДХО Раз, два, вот эти три Они, короче, от комплектаций валируются На полном фуфуле, да Вот на полной комплектации Их три На самой бедной Одна Вот сейчас все вот любители японцев Каприсятьте вот сюда, бля Вот на кресло Каприсятьте И желательно на карты, бля Чтобы я с вами вот так по-братски пообщался Эти машины сейчас разлетаются Как пирожки С мясом, бля Скорее всего В минводах она вся вот Ну, такое ощущение Как будто минводы из Камри построили Суть вообще Камри Мы все прекрасно знаем Это автомобиль, который служит годами Который ездит годами Все Больше ничего у машины нет И что вы всю жизнь будете вот этим апеллировать Васари, да У меня рука сюда проваливается Много, кстати, людей жалуются на то Что вот здесь очень огромные щели Через эту щель попадает камушек И нахуй разбивает тебе твой радиатор И вот Ну, кстати, да Это странновато Раз такая огромная щель То там, по идее, изнутри должна быть какая-нибудь сеточка, что ли Чтобы вот такого не было Они нам предлагают, что? Сеточку Помните, как на четырках На приорах Бампера вкручивали эти сетки А машина знаете, сколько стоит? 2 миллиона 216 тысяч 2,5 в полной комплектации Вот такая же А человек ее купил в прошлом году За 2 миллиона 150 тысяч То есть за 3 месяца машина поднялась Почистив 66 тысяч Шоуя Если посмотреть на машину сбоку, да То вы сразу понимаете Ну, может быть, не все, да Но я сразу вспомнил Мазду Ну, понятно, они там Сейчас у них какая-то коллаборация Друг с другом Ну, японцы же тоже нет ни шпиля друг друга Дизайнеры шпехаются Может, секретари дизайнеров В общем, будут ебаться без трусов Агрессивные линии Стоп, а как это делать в трусах? Ладно, женщины там Отодвинуть можно мужчины Ну, тоже, наверное, отодвинуть можно У нас же есть Это специальный кармашек Откуда-то член выбаливается Ну, просто ебаться без трусов Это совсем уже бесстыдство Ясно, ладно, хорошо Далее, больше спортивный какой-то кузов Маленький багажник Широкие стойки Которые спускаются Тогда дают ей какой-то агрессивный, дерзкий вид Очень много людей Кто снимал на нее обзор, да Они почему-то в жопе видят В жопе, да Ну, по-моему, в жопе и видят Отголоски форда третьего Вот я на нее смотрю Я здесь не вижу форда Я здесь вижу королу предыдущих поколений Жопа абсолютно скучна Если сейчас отсюда снять для значок Toyota и Camry Хуй кто из вас помешивает Toyota Три варианта дисков 16, 17 и 18 Ебануться Чем беднее человек Чем, короче, меньше ему колесо А если у меня денег нет, я что, на опорники уеду оттуда? Для меня это жопа, ну, жопа машин Ну, нормально выглядит Да нормально выглядит О, мы с тобой такие специалисты по автомобилям Особенно я Да я... У тебя хотя бы права есть Толк От этого Права не прибавляют Это знание о машинах Как они выглядят Чем они отличаются И узнавать бренды и прочее Я к тому, что у тебя хотя бы что-то общее есть Ну да И то, что я работал с батей-автослесарем Мне никак не придало знание разных марок Машину угадывания, где какая Поставьте 17 и 8 Че вы еще? К 16-ому возвращаетесь Огромная машина Огромная крышка вензобака Которая открывается с салоном Единственное, что еще хотелось бы отметить это зеркало То, что они сейчас стоят на ножке Японцы все-таки начали смотреть на европейцев Вот этот 500-рублевый плавник Че за мода пошла на эти плавники? Кому-то нравится, опять же, кому-то нет Мне лично это вообще похуй Перейдем к другой стадии Ну вообще, да, насрать Но а зачем он там? Вопрос Вообще, почему меня этот автомобиль бесит? Хочется так обхуисусить людей, которые его придумывали Сейчас объясню почему Вот этот автомобиль в Америке Представили как самую инновационную Самую популярную Самую модную Самую красивую Самую не въебаться какую охуенную Camry Аналогов Camry этому кузову, блядь, сука, нету, блядь Не, не было И скорее всего эти долбоебы уже ничего такого и не выпустят Давай откроем капот И там об этом всем и поговорим Я сейчас объясню, почему я называю эту машину кастрюля Кастрюля раз 2 миллиона 216 тысяч Любители тамо-японцы Давайте пишите, что вам это похуй Абсолютно новая машина Построенная которая на новой платформе Camry, которые, блядь, поставляются в Штаты Это совершенно другие Camry Не то, что у нас собираются в Питере У нас наши не умеют собирать А еще чужие будут собирать Да пиздец они там сидят и думают Вот нахуй нам это надо Этот автомобиль Пришел к нам в страну С тремя двигателями Два из них, которые Абсолютно, сука, допотопные Да че ты иди нахуй 2ARFE Сука, блядь, эти буквы они откуда придумывают Я его 2ARFE Как заика я его все 2 литра старый Который шел еще на 50-ки 55-ки Направь вот так на эту машину, блядь Вот чтобы поняли, каких она размеров Они опять вернули на него 2 литров Вы че там оебанутые Вот этот замечательный двигатель 2.5 Того двигателя Того, который в 50-ке Это тот же двигатель Не хватало и не хватает по сей день Они просто вам тупо меняют прошивку А зато в Америку, блядь, дали, блядь Новый 2.5 литровый, блядь, двигатель То есть как шлак, так это в Россию А как, блядь, Camry с люками элементарно Так это в Штаты Какие в пизду инновации Некогда легендарная сука Camry В итоге давайте приколимся 2 литра, 150 лошадей У меня комплектации часто отличаются И да 2.5 181 лошадь И ну естественно ваш любимый V6 Шпехается Уже с новой воспитательной коробкой передач Человек, который пришел и купил вот этот автомобиль Он пришел туда с деньгами Стоит огромное количество Camry И он говорит Вот у меня есть NAL Я хочу купить себе вот сегодня машину И что ты думаешь, они ему ее продали? Хуй! Там стояло около 100 автомобилей И все якобы сука под заказ Такой же Заебись! Кайф! Ай, блин! Так, я подчихну, не чихну, чихну, не чихну Сука Я так понимаю, он возмущен двигателем В плане того, что машина огромная И движок ее не вывозит И нормально не прет Ощущение, что вот сейчас с минуты на минуту Пиздец у меня, часы, бля, ебать С минуты на минуту Как только откроются ворота Все придут за Camry В кузове В новом кузове Он, честно говоря, подохуел Он говорит Я к вам с деньгами, ребят У меня ломать капусты на карманах И что вы сказали? Ну, если вы прям очень сильно хотите купить машину То давайте мы вам поставим доп. опции на 200 тысяч Человек тебе пришел отдать 2 миллиона 150 тысяч А ты ему еще доп. опции вкидываешь Я бы тебе доп. опцию, знаешь, какую между ног вставил Да Да, сейчас везде пытаются втюхать Продать всякие доп. опции Да, но я так понял Те, кто продают машины Они же, типа, хорошо зарабатывают Если машину продают за доп. опциями И они там прям вообще втюхиватели ебаные Что пиздец Но я думаю, знаешь, не сильно отличается от того Что мы могли видеть в Заграничных сериалах Как вот эти вот продавцы машин втюхивают всякое говно Вероятно Очень схожа Был бы и зимний пакет, и летний пакет, и осенний Чистейший наебалово Это чистейший маркетинговый ход И почему сейчас эта машина будет абсолютным бестселлером Я вам тоже объясню И на вторичке И как с первички И как с пятерички Похую вообще Он ездит, не ломается, ничего от тебя не хочет И вот ты как овощ просто заводишь и глушишь И глушишь, и глушишь, и глушишь Это что за, блядь, дебильная любовь К вечности я его все Два миллиона двести тысяч Это у японцев, наверное, тоже бюджетный вариант Конечно, я не спорю Цена не потому, что японцы наглые Это наши пошлины Вот вам ваши два двести Ну да Вы скажете, что я доебываюсь? А что не доебываться-то за два двести? Я аж до приоры за триста тысяч доебался Вот, посмотри, как это уебично все сделано Ну вот вам ваши два двести Вот, посмотрите на резинки Вот Ну да Резинок много, уплотнителей Да хуя, они вокруг себя облепили, сука, здесь уплотнителями Вот раз уплотнитель Вот два уплотнителя, бля Вот три, сука, уплотнитель Даже на фары здесь уплотнитель сделали А посмотри на двигатель Он один хуй грязный Он один хуй пыльный То есть вот это то, что вы нам даете, это все хуйня, ребят. Это все пиписька, это все шляпа, это все, это ну вот на, посмотри. Это что за, блядь, кусок японского халата, это что за ветошь на автомобиле, который стоит выше двух лямов. Что вот это, а? Вот здесь дырка есть под, ну, защёлку, а её самой нету. Ну вот теперь давайте к самому интересному. Вот это видите, что такое? Это грязь. Я не думаю, что мной уважаемый Асламбек, который хозяин вот этого автомобиля, сюда специально, блядь, закидывал шматки грязи. Дать мне повод до неё доебаться. Сейчас Заур таким чудесным образом покажет вам картиночку, да, такую, нарезки из видео, увидев которой я просто охуел. Просто один вопрос, как автомобиль, который стоит 2 миллиона 200 тысяч, каким-то... Охеренно, то есть, когда колесо накидывает на стойку и на пружину, там нахуяривает вверх. Охуенно. Каким чудесным образом вот это... То есть заглушек вообще нахуярили везде, а вот сюда заглушки зажали. Не придумали, как делать, решили. И так сойдёт. То там, блядь, на шлёпки хватило бы. 200 тысяч. Каким таким чудесным образом вот эта водичка туда попадает? Просто, видишь? У меня один вопрос к этим пропидорным, блядь, блогерам. Настолько сильно погрузиться губами в анал японский. Сделать сипуку языком. Не зная... Блядь. Вообще, что эта машина из себя, сука, представляет? Это сырая машина. И таких вот явных болячек у неё ещё не выявлено. Я не старался сделать одним из первых, блядь, обзор на эту тачку. Дабы понять вообще, собрать немножечко информации. Вот неужели, блядь, поднимая капот, ты должен, сука, обязательно рассказать, что здесь мотор. А то, что вот там дырки такие. То, что вот отсюда грязь льётся и вода льётся, которая течёт вот сюда. Которая может попасть на генератор. С этой стороны, которая, блядь, точно так же льётся. Вот, вот её капли. Да, вон она, аккум забрызгала, сюда забрызгала. Чё это за хуйня? А, не, ну я бы, конечно, на месте владельца почистил это говно и придумал какую-нибудь это. Попытался сделать, как-то прикрыть это, что ли. Вообще ненормально. На аккумуляторе. Это капли грязи. Вот отсюда она хуярит, понимаешь? Посмотри, всё грязно. Вот это, блядь, компьютер, блядь, который этот тварь может залить. И с вами в дороге чё-нибудь произойдёт. И в этот момент Тойота уже окажется не такой уж и, блядь, ебать какой качественной. Он звонит на горячую линию и говорит им о своей проблеме. Мол, дескать, так и так, так и так, вот такой момент у меня произошёл. Дорогие и уважаемые представители говна, объясните, что мне делать? И человек как отмазался от этого, знаете? Я не знаю, там, стоите вы, сидите, лежите, там, в горизонте, в вертикали, блядь, вообще мне без разницы. А вы знаете, это, говорит, технологическое отверстие. Технологическое отверстие у тебя между булок, дебил. И вот тебе... Вот я тоже самое подумал. В жопе у тебя технологическое отверстие, блядь. И точно так же шланг туда надо засунуть, чтоб у тебя сорта из ушей из глаз вода текла. Ва... Да, блядь. И потом, когда ты придёшь к врачу и скажешь, а у меня чё-то вот, ну вот так. И он тебе скажет, ты знаешь, мы можем поставить тебе, блядь, дополнительно кляп в жопу. И сургучом его, блядь, запаять. За 17 тысяч рублей. Почему никто не говорит, что у них фары потеют, здесь диодики поставили. Я бы вам в глаза диоды поставил, отвечаю. А то, что она потеет, это похуй. Вы же не говорите за это. Вам же отпошляли, сука, бабки, чтоб вы это не сказали. Вот они здесь поставили распорку. На чашке они поставили распорку. Что это дало определённую жёсткость кузову, которая, конечно, не могла не сказаться на управлении в лучшую сторону. Вот этот момент мне здесь нравится. Но вот технологические отверстия мне здесь не нравятся. Поэтому с превеличающим, огромнейшим удовольствием я закрою вот это ведро. И послушайте, как оно закрывается на машине, которая стоит 2 200. Нахуя сюда надо было переносить кнопку открывания крышки багажника? И посмотри, куда они её спрятали. То есть место камеры они предпочли, короче, ровно посередине. А вот это у них ключик. Вот прямо они шифронули этот ключ. В него ещё, сука, попасть надо. Перейдём к багажнику. Ну, то, что он стал меньше, меня это вообще не интересует. Премиальное качество вашего, блядь. Такое ощущение, что там лежала переноска. Любимого автомобиля, да. Вот здесь мои любимые пластмасски. Они закрыли, молодцы. Спору нету, ничего не видно. Всё аккуратно. Всё, как я люблю. Просто вот на эту бифку. Ну, на самом деле, она очень дешманская. Вот насколько всё убого сделано. Ничего здесь нету. Голый металл. Волноразмерное колесо. Это всё удешевляли как-то специально для России. Кто знает. Всё может быть. Хотя вот то, что показывали, там... Воду пропускал азиат. Так что не факт. Только всё убого сделано. Ну, я её веду специально для ряда стран. Мне кажется, это просто как раз самая дешёвая комплектация. Не зря он про 17 тысяч сказал. Видимо, за доплату они туда вхуярят заглушечки. Две резиночки, которые каждая стоит по 500 рублей в лучшем случае. Ну, на самом деле, она очень дешманская. Вот насколько всё убого сделано. Ничего здесь нету. Голый металл. Волноразмерное колесо. Всё, пожалуйста. На, вот тебе органайзер его готовит. Пиздец. Вот это вам машина за два с чем-то ляма. Эту машину, бля, не купи человек, которому что-то надо перевозить. Чё вы постоянно с этими рулетками как идиоты бегаете, бля, там... Отмеряете, бля, расстояние от коллектора до протектора. Как-то нелепо, да? Машина стала больше, а багажник стал меньше. Это же, это, бля, философия японцев. Чем больше, тем меньше. Сзади у них была раньше Макферсон, а сейчас у них многорычажка. В простонародье независимая подвеска. И машина стала ниже. Я не знаю, насколько ниже, но, по крайней мере, чисто визуально не скажешь, что она стала ниже. Я не думаю, что здесь автобафферы стоят. Ну, потому что новая машина. Попадая, короче, в салон от 70-й Камри, конечно, это намного интереснее, чем в 50-ке. У 50-ки, как правильно высказал, да, свое мнение владелец данного авто, он сказал, намного консервативнее, да, салон был, намного строже. Здесь же, когда ты, бля, садишься в этот салон, понимаешь, как будто ты сел в какой-то, бля, космический корабль. Какие-то рубленые линии непонятные, но это, опять же, на вкус и цвет. Оделка, конечно, не пиздец какая, потому что Toyota никогда не слабилась своей, бля, пиздец какой кожей. Очень мало она ездит, она потом начинает мяться, рваться. Итак, почему эту тачку у нас... У меня такое ощущение, что я уже здесь вижу какие-то коцки. Называют инновационные, потому что до хрена, до хрена чего, бля, напичкали сюда по электронике. Здесь есть от гандона до батона абсолютно все. Очень мягкая отделка, очень мягкая, чё пиздец, это все очень мягко, очень качественно, ну, в плане пластик. Пластик очень мягкий, абсолютно, бля, идеальное качество подгонки. Честно говоря, вот этот момент меня бесит. Какая разница между полной комплектацией с мотором, допустим, 3.5, V6 и 2.5? Здесь единственное, нету проекции на лобовое стекло, вот в 3.5 она есть в полной комплектации, в люкс-комплектации. Ну и кругового обзора здесь нету. Проекция на лобовое стекло? Проекция чего? Наверное, той дамы с голубыми волосами из бегущего по лезвию. Извините, я не могла не пошутить. Может быть, может быть. Здесь есть. Сказала про космический корабль, я тоже хотела развить тему будущего. Разумно. Звучит убедительно, я бы так сказал. Здесь есть, но бардачок здесь, ну, засыпался на этот бардачок. Это не бардачок, я думаю, что это больше миска. Если собака у тебя есть, ну, туда и педигрипал или чапи насыпал, она у тебя там похавала. Просто приколизываться, это японское легендарное качество. Это, естественно, это все шумит, гремит. Ну, что вы там, раз я представляю, как, блядь, жопы подгорели у любителей японцев. А вот здесь есть тоже маленькая миска. Ну, это, наверное, что ты сюда что-то тоже там. Из японцев я люблю аниме. Поэтому даже не знаю. ...любители японцев, да, вот здесь есть тоже маленькая миска. Ну, это, наверное, что ты сюда что-то тоже там всем очки насыпал. Вообще, это, как я понимаю, перчаточный карманчик, да. Я не знаю, какие перчатки сюда можно положить. Вот это тоже очень любично шатается, это шатается. Вот вам очкошник. Очень много блогеров вот прям акцентировали свое внимание вот на вот этой части панели, да. То есть на ее мультимедиа. Она очень маркая. Машина буквально помылась, ну, может, час назад. Здесь безбожно собирается пыль. То есть вытирай. Ну, оно это глянцевое, это неизбежно. Не вытирай ее постоянно, у тебя здесь будет пыль. Вот это меня еще тоже сильно удручило. Кожа вот здесь, блядь, да, вот шторочка. Сделано, блядь, на самом деле из подкладки обуви. Я его все вот, ну, вот из стельки, обувной стельки. Великолепное решение внедрить, блядь, в салон, блядь, японского автомобиля частички румынской мебели. Как наши родители хотят... Че, блядь? Ну, смотри, как это ляповато смотрится, этот кусок. Он выбивается из общего. А, вот это под дерево сделано? Да, да, да. Лучше бы он просто серый или черный был. Да. Блядь, японского автомобиля частички румынской мебели. Как наши родители хотели, блядь, эту румынскую мебель. Вот эти стеллажи, серванты. Вот, пожалуйста, они вам дали. Вот столько вы, наши папы и мамы, хотели эту румынскую мебель, что японцы услышали и дали ее вам вот в камере. Ну, что это за пиздец, я не знаю. Тут вообще, он вообще здесь никак не смотрится. Беспроводная зарядочка, которая ни хуя у японцев не заряжает. Зачем она здесь нужна? Вот эти два подстаканника, супные, блядь, тарелки. Почему их не закрыли, блядь? Это уебищно. Это просто очень сильно уебищно. Это, блядь, портит весь вид салона. Конечно, в топ-комплектации здесь есть и вентиляция, блядь, и подогрев. Вообще, я вам честно скажу, в чем плюс этой тачки. Садись, а тебе вентилятор в очках хуярит. Почему ее начинают покупать? Камри, она ведь рассчитана на какую возрастную категорию? 45+. Молодежь, как таковая, не рассматривала, по большому счету, себе никогда камри. Ну, вот этот автомобиль в основном ориентирован на молодежь. Этот спортивный вид, этот, блядь, какой-то раскосый, распиздосый салон. Сзади тоже все на кнопках. Вон, сенсор там есть. Сенсорные кнопки, все. Вот этот подстаканник, блядь, ну, на самом деле, который выглядит хоть как подстаканник. Поехали? Я сразу понимаю, что я еду на Тойоте. То есть, если сейчас завязать мне глаза, ну, я, конечно, с завязанными глазами не поеду, но если прокатить меня, я думаю, я бы догадался, что это Тойота. Все прям так хвалят, блядь, эту подвеску. Вот рельсы переезжаем. Ну, достаточно плотно. Достаточно плотная такая подвеска у него. Ну, новая машина. Пять тысяч всего лишь пробег на ней. Пять с чем-то. Естественно, здесь сейчас ничего не будет стучать, хотя хозяин данного автомобиля замечал, что зимой, ну, когда холодок у нас тоже нет-нет бывает, то у него где-то что-то подстукивает со стороны стойки. Ну, резинки дубеют, становятся более жесткими, поэтому начинают стучать. Ни хрена она, короче, не стала, блядь, намного бесшумнее. Стала бесшумнее, да, ну, не прям, там, пиздец, пиздец. Точно так же слышишь резину, ну, от резины, конечно, тоже зависит. Точно так же слышишь, блядь, звук мотора в салон. С небольшими рывками все-таки переключает, ну, ничего. Да, чувствуется переключение. Чуть-чуть тише, чем пятидесятка, чуть-чуть тише, ненамного. Управление острое, да, неплохое, да. Честно говоря, вот, я же говорю... Просто вроде такой, смотришь на машину, вроде она неплохая, но когда говорят ее сцену, такой думаешь, блядь, извините меня, она должна быть лучше. Вот эта распорка, которая появилась под капотом, она не могла не сказаться в положительную сторону, ну, просто тупо не могла. Она должна была, блядь, повысить жесткость кузова и дать машине на самом деле, уже на самом деле хоть какую-то управляемость, потому что Камри никогда не славилась управляемостью. Эту машину молодежь будет покупать, и я же говорю, это будет абсолютный бестселлер 2019 года. Почему в Россию не приходит на Камри люк, тоже непонятно. Да, оно чувствуется, да, переключение чувствуется у тачки. Достаточно плотно идет, хорошо стелить все. Зажатая подвеска, плавно все, мягко, мягенько, нормально. Управление тоже по кайфу, вот, ну, нет вот этого. Расхлябанно... Машину болтыхает, камеру болтыхает. Вот этой нет, тоже по кайфу, вот, ну, нет вот этого. Расхлябанности вот этой нету, подвески она исчезла. Вот этой дешевизны уже, конечно, нету. В салоне, когда ты находишься, едешь, нету этой дешевизны. А по трассе так вообще кайф. Не спорю, по кайфу. Дверь закроем, багажник силой мысли откроем. Покатались мы на ней первый раз, вот я сел на 70-ку. Да, если честно, я вам скажу вот так. Мое однозначное мнение такое, это старая конфета в новой обертке. Вот как когда-то Камри завоевала слагу крепкого автомобиля, надежного автомобиля. По сей день нам это, в принципе, и дается, да? Ну, дается уже в разных плоскостях. Я, честно говоря, ожидал от этого автомобиля намного больше. Так что вот такой вот обзор на Камри 70-ку. Нравится вам? Ставьте лайки. Не нравится? Ставьте дизлайки. Короче, я жду конкретной грязи в комментариях. Типа это, знаешь, о, ну она всегда была хорошей машиной. Ну, мы будем дальше делать. Не будем сильно улучшать. Так, по чуть-чуть. По мелочи. Я жду вас, любители Тойоты, которые вот прям полируют днями и ночами до такой степени, что у них шляпа уже мозолями покрылась. Да потому что нехуй в выхлопную трубу ссувать, там вообще-то поцарапать можно. Шуи призываю людей, которые, блядь, ненавидят вот эти японские кастрюли, чтобы вы, ну там, покусались чуть-чуть с ними. Я просто люблю читать, когда вы друг друга, блядь, кушаете. Троляка, провокатор. Да, тут бывает, бывает интересно посадов, почитать комментарии, что там за пиздец происходит. Подписывайтесь, еще раз хочу напомнить, на наш второй канал Asatoos Media Live. Совсем скоро там начнется самый-самый-самый настоящий трэш, и скоро вы там увидите мою сороковую. И подписывайтесь на наш инстаграм Asato Channel, Osmedia Asato Live, и совершенно новый паблик в инстаграме, где вы можете увидеть все самые сочные, самые смачные, и вам и самые любимые, бля, вырезки из ваших самых любимых обзоров с Маратом Бородой Колиевым. Asato Coop называется. Проходите, смейтесь, там конкретная жоговая. Ну а с вами был Марат Бородоколиев и канал Asato Channel. Ну чё, бродяги, не поправляйтесь, хотел сказать. Поправляйтесь, не пропадайте. Мы скоро по-любому вернемся. Всем салам алейкум, давайте, парни. Чё? Пожать снимать. Чё? Типа закончил так, как и начал. Ну а чё бы нет, правильно. Спасибо за просмотр. И до скорых. Субтитры подогнал «Симон»!